Вот уже полгода мы живем в кромешной темноте. Администрация Ивниковского поселения не обращает на наши просьбы и письма никакого внимания. Одни отсылки, отписки и отговорки. Еще полгода назад, когда выключили электричество, выяснилось, что на наших домах висит большой долг от застройщика, который разорился. Об этом знали очень давно и почему-то не принимали никаких мер. Электричество у нас работало до 8 июня. Никакая энергосбытовая компания, ни администрация Ивниковского поселения не обращали внимания на то, что разорившаяся организация не передала наши столбы и копила долги. Сейчас эти долги предлагают оплатить нам, жильцам наших дворов. Суммы варьируются от 150 тысяч до 1 миллиона 800 тысяч рублей. Мы уже не знаем, как быть. Кому вы обращались по этому вопросу и какие предписания и какие, скажем так, заявления давали вам официальные органы? Может быть, прокуратура, администрация и сама сбытовая компания? Конечно, мы обращались и в администрацию Ивниковского поселения и в прокуратуру. Также обращались к нашим губернатору. Мы писали уполномоченно по правам человека и по правам ребенка. Нас направляли в департамент строительства, департамент городского хозяйства. К Золотникову отправляли нас. Отправляли много куда, но, к сожалению, вопрос так и не решается. Везде приходят одни отписки, которые направляет администрация Вниковского сельского поселения. Все ответы, они прям как под копирку написаны, что столбы не переданы на баланс. Ждите, когда-нибудь вам повезет. Но пока уже полгода, мы живем в кромешной тьме, наши дети ходят здесь в школу, здесь ничего не видно. Вот эта детская площадка, на которой мы находимся, где дети у нас с фонарями играют, гуляют в кромешной темноте и совершенно никому нет до этого дела. Самое главное, что нет до этого дела и администрация, которая должна за это отвечать, нести ответственность. Вот это ставшее бесхозным имущество, которое находится на вашей придомовой территории, это столбы. Они выходят сейчас чьи и какая судьба предлагается для установки человека, который должен ими владеть? Ну, вообще, как нам говорит администрация о том, что у нас данные столбы находятся в имуществе реминдустрии, то есть это наш бывший застройщик. Однако у самого реминдустрии они сейчас находятся в банкротстве, и мы обращались и к конкурсному управляющему, и у помощники его, они намного раз уже помогали, они понимали всю документацию. У них нет никакой документации о том, что эти столбы находятся на балансе реминдустрии, соответственно, у них нет никакой документации, нет права собственности на них. Они совершенно никоим образом нам здесь не могут помочь, потому что столбы не находятся на балансе, они не могут их себя списать. То есть не на балансе застройщика, а и не на балансе администрации. Совершенно верно. То есть выходят они ничьи? Да, более того, у нас многие столбы находятся совершенно на разных земельных участках. У нас вся придомовая территория, она находится в рамках двух земельных участков, а столбы стоят и на частной собственности, и на соседнем земельном участке, который вообще принадлежит третьему лицу. То есть все столбы стоят совершенно на разных земельных участках. Физических лиц, юридических лиц. Поэтому говорить о том, что их не передал застройщик на баланс, администрация не может их взять на баланс. Например, у нас ресурсоснабжающие иные компании, такие как телекоммуникационные, они прекрасно пользуются этими столбами, и ничто им не мешает. И прекрасно признают их общедомовому имуществу. Да, администрации точно так же ничего не мешает провести новую линию электропередач, ТГК «Энерго», то же самое сделать, повесить новую линию и пойти прекрасно в банкротство, списывать свои долги, которые якобы накопил предыдущий застройщик. Но не мучить жителей и не говорить, что это невозможно сделать, потому что есть юридическое лицо, которое должно нести за это ответственность. А с бытовая компанией вы обращались ли к ней? Какие они имеют к вам претензии в рамках чего отключают свет? И как они предлагают урегулировать данную ситуацию? Да, последнее наше обращение в сбытовую компанию привело к тому, что нам предлагают на физлицо оформить весь долг, который будет, как я понимаю, поквартирно ходить и собирать эти деньги, неся полную ответственность. То есть это будет один человек. Но я считаю, что это неразумно как минимум, потому что кто сейчас готов на себя взять, во-первых, непонятную для нас сумму, потому что ее так и не вычленили нам, да, из-за всей документации не сообщили точно, сколько мы должны. То есть кто готов на себя взять 700 или 800 тысяч и ручиться, что он эти деньги отдаст. То есть они нам говорят открытым текстом, да, мы готовы вам предоставить новый счетчик и всю документацию для дальнейшего решения вопроса только после оплаты этого долга. Но почему тогда не раскидать эти долги на все квартиры, почему не сделать это с какой-то адекватной точки зрения, не раскидать на какой-то длительный период. То есть тут, ну, для нас, например, это какие-то неприемлемые требования, потому что ни одно физлицо не готово на себя взять такой большой долг. Как вы видели бы решение данной ситуации? Мы уже готовы, наверное, к любому вопросу, как и к альтернативному освещению на период передачи столбов, так же и может к какому-то решению, когда эта сумма будет разделена на все квартиры, на всех жильцов и может быть на какой-то там на период 3-4 месяца, чтобы мы могли это планомерно выплатить. Но, конечно, еще речь идет о том, какая это сумма. Мы до сих пор не смогли этого добиться ни от одной организации. Какая же точная сумма долга? Опять же, мы должны вернуться к тому, что у нас все-таки уличное освещение, оно находится в полномочиях администрации местного сельского поселения, то есть в данном случае это администрация имениковского сельского поселения. Поэтому повесить на жителей дома какую-то там баснословную сумму, которую они должны будут выплатить неизвестно за кого, неизвестно по какой причине. Более того, на протяжении, наверное, двух лет, которые мы проживали здесь, у нас столбы горели круглые сутки. Летом, зимой, осенью никто не заморачивался. Почему они горят? То есть такая энергия, собственно, самостоятельно накопила эту задолженность. Они не предпринимали никаких действий, они не обращались к застройщику, они не обращались в арбитражный суд. То есть они не делали ничего, а сейчас, собственно, нам предлагают погасить чью-то задолженность, хотя это как бы обязанность администрации снабдить нас электросвещением, следить за безопасностью нашего имущества, наших детей, взрослых людей. У нас здесь идет рядом стройка, дети бегают, ничего не видно. То есть безопасность на текущий момент не обеспечена никем. Даже прокуратура, к которой мы обращались, я лично разговаривала с прокурором, я говорила, кто будет тогда отвечать за нашу безопасность, готовы ли, соответственно, вы за нее ответить, если у нас нет этого освещения, вы говорите, что администрация там не может в данный момент что-то сделать. Ну, мне промолчали, соответственно, сказали, ну, мы попробуем с ним еще раз поговорить. На том, собственно, разговор с прокуратурой закончился. Когда это был, этот разговор? Ну, это было уже примерно там, наверное, месяц назад, когда к нам пришел первоначальный ответ. Соответственно, я с исполнителем связывалась, я пыталась ей объяснить о том, что, ну, как бы, вы мне просто ответили то же самое, что мне прислал ответ из администрации. Она говорит, ну, они этим вопросом занимаются, мы, конечно, будем пытаться их контролировать, но на текущий момент это как бы все, что вот мы сможем вам ответить. Сейчас ждете ли вы ответы от кого-либо из уполномоченных органов? Может быть, от губернатора Ярославской области Михаила Евраева, от ведомственных департаментов в правительстве, ну, сейчас уже министерств, либо от администрации какой-то дополнительный ответ? Либо, как они считают, все ответы уже были вам даны? Ну, как они считают, что, конечно, все ответы нам были даны. Ну, хотелось бы еще развернутый ответ от администрации, какая все-таки с июня месяца проделана работа, какая документация собрана. То есть, если администрация Евниковского поселения решила столбы поставить на бесхозяйственность какую-то, да, то получаются сроки хотя бы понимания. То есть, как я понимаю, по закону бесхозное имущество может быть передано на баланс через год после признания его бесхозности. Когда этот момент признается бесхозным, почему он признается бесхозным, нам опять же непонятно, потому что столбы находятся на территориях. Последние, кому мы, соответственно, обращались, у нас был омбудсмен по Ярославской области по правам человека, омбудсмен по правам ребенка. Ну, на текущий момент пока мы ответы не получили, хотя как бы уже 30-дневный срок, который полагается для административных ответов истек, но мы надеемся, что хотя бы с их стороны что-то еще придет. Но на текущий момент мы обращались и к губернатору Ярославской области, соответственно, это наше письмо тоже было спущено, по-моему, в департамент городского хозяйства, а потом в администрацию. Пришли, соответственно, отписки те же самые. Ну и, собственно, все. Пока. Спасибо вам. Вам спасибо. Спасибо. Спасибо.